Кинопремьера Талантливый режиссер, талантливый композитор, талантливые актеры, картина получила успех, и тогда все части картины начинают становиться каким-то своего рода эталоном, становиться культовыми. Эдуард Артемьев знает, что такое успех. Награда престижных кинофестивалей, четыре государственные премии, музыка к 150 картинам самых известных режиссеров. Для культовых фильмов он делает культовые саундтреки. Самый дорогой фильм, который я делал, это был «Сибирский цирюльник», там стоило более 300 тысяч долларов. Вместе с записью музыки и сведением в Лондоне мы делали миксаж. А зазвучал Артемьев в картинах Тарковского, Кончаловского, Михалкова. Эти мелодии уже стали классикой и добычей аудиопиратов. Я боюсь за то, чтобы называли фамилию. Почему? Они не пишут фамилию, потому что надо платить. Вот здесь вот все связано. А мне это, в принципе, уж оплата, это же другое дело совершенно. Не мое дело касается, это Рао занимается. Но чтобы знали, кто эти, берут музыку, то уважайте, с кого музыку берете. Президент Российской ассоциации электроакустической музыки часто работает с симфоническим оркестром, пишет оперы, кантаты. В его домашней студии 20 синтезаторов и компьютер, который заменяет целый оркестр. Просто заполняю ноты, вот видите, не пишу ни карандашом, а пишу здесь, вот так, это быстрее значительно. Быстро и много пишут в тон студии Мосфильма. 150 проектов в месяц озвучивают живые оркестры по 200 музыкантов. И при таком количестве европейское качество. Эксклюзивные микшерные пульты, каждый по цене 3 миллиона долларов. Их изготовили на заказ в Лондоне. По уровню цен, российских цен, и, например, цен в Западной Европе мы стоим значительно ниже. Именно поэтому к нам приезжают для записи музыки композиторы из Японии, Великобритании, Германии. В Москве десятки больших и маленьких тонн студий, оборудованные современной аппаратурой. Целая индустрия саундтреков для кино и сериалов. Но звукоинженеры признают, даже самая передовая электроника не заменит уши и руки мастера. Очень красиво и поэтично. Алексей Мельников, Владислав Нефетков, Никита Малаховский, РБК.